Пашиняна 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 Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Теперь давайте разберемся все это по пунктам. Пседотезис номер один. Это зона ответственности ОДКБ. Если подходить к вопросу со здравым смыслом, то к вопросу демаркации и делимитации Азербайджанно-армянской госкраницы ОДКБ никакого отношения не имеет. То, что граница между Азербайджаном и Арменией отсутствует, является очевидным фактом. Для того, чтобы определить приграничную линию двух государств, недостаточен смартфон с программой Google Maps. Для этого нужны более серьезные вещи, оборудование, архивные материалы и над этим должны работать ученые, картографы и топографы, да и государственные комиссии обеих стран. Граница появится тогда, когда будут проведены работы по демаркации и будут созданы охраняемые полосы. В действительности нет всего этого. Но и это не означает, что нет зоны ответственности ОДКБ. Зона ответственности международных организаций не подвергается делимитации. Когда речь идет об Армении, территории которой не вызывают споров, то там и находится зона ответственности ОДКБ. А спорные вопросы Ирован должен решать с нами, чтобы потом провести тримминг в зоне ответственности ОДКБ. Если из-за разногласий на границе невозможно определить зону ответственности ОДКБ, значит нет и самой организации, значит нет и такого государства под названием Армения. Ведь Армения же это зона ответственности ОДКБ. Второй момент. Псевдотезис номер два. Это термин Нагорный Карабах. В первом пункте заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, написано, объявляется о прекращении огня и всех операций в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Взявшись за этот пункт, Пашинян утверждает, что если тут написано слово «сочетание Нагорных Карабах», значит он есть. А президент Азербайджана Илхам Алиев неоднократно заявляет, что на территории Азербайджана нет такого административного разделения. Тут Пашинян специально ведет себя как политический дебиль, пытается отвлечь внимание лидеров от фундаментальных проблем всего региона и как можно дольше затянут процесс выполнения своих обязательств по ряду вопросов. От вывода частей вооруженных сил Армении с территории Азербайджана до открытия всех коммуникаций, в том числе Зангезульского коридора. В заявлении от 10 ноября 2020 года Нагорный Карабах указан не как квазиструктура армянских сепаратистов, а просто географическое название, где в свое время вспыхнул конфликт. Тогда он еще не был ликвидирован как административное деление. Указом нашего президента от 10 июля 2021 года это деление окончательно было ликвидировано и на освобожденных территориях был создан восточный Зангезульский экономический район. Когда наш президент заявляет о том, что больше нет конфликта в Нагорном Карабахе, он имеет в виду оставшийся в зоне временной ответственности миротворческих сил сепаратистский режим. Отныне Нагорный Карабах для Азербайджана это исторические понятия, существующий там сепаратистский режим тоже никем не признан, даже самой Армении. Пускай Пашинян ответит тогда на один вопрос, когда ему надо есть вот это политическое журничество, если есть Нагорный Карабах, то почему Армения сама не признает его? И наконец псевдотезис номер 3. Это коридор Зангезульский. Пашинян заявляет, что Армения готова предоставлять Азербайджану свою территорию для соединения Нахчевана с основной частью страны, но это не будет коридором. В этом случае Азербайджан отказывается от этой дороги. По логике Пашиняна так написано в заявлении от 10 ноября 2020 года. Тогда возникает вопрос, зачем тогда должен существовать коридор из Армении в оставшуюся в зоне временной ответственности миротворческих сил часть Азербайджана. Мы все знаем, что между руководствами стран, которые подписали этот документ, было устное соглашение по некоторым нюансам, но теперь и верование и в Москве это отрицают и этим подтверждают, что верить им на слово и заключить в будущем джентльменские соглашения с ними категорически нельзя. По документу, срок функционирования Азербайджанского коридора истекает вместе со сроком пребывания миротворческих сил на территории Азербайджана, то есть 5 лет, а 2 года уже ушло. Время летит очень быстро. А что Армения будет делать, когда связывающая Ханкенди с Арменией дорога утратит свой статус коридора? Если хотим мы решить этот вопрос, то должны смотреть вперед. И наконец-то Ирован не должен забывать, что статус победителя намного выше, чем статус побежденного. Побежденному полагается бежать с веревкой на шее за колесницей победителя. Это говорит логика, которая полностью отсутствует в словах и поведении Пашиняна. Нет, если Армения не считает себя побежденной, а Азербайджан победителем, то это можно выяснить еще раз, но совершенно другой плоскости. Продолжение следует... Продолжение следует...